Добрый день, коллеги! Меня зовут Мутаева Зарина Мутаевна, я ординатор первого года обучения диетологии. И сегодня я хотела бы поговорить с вами на тему диетологическая модуляция рисков при беременности. И начнем с такого главного понятия, как беременность. Это физиологический процесс в организме женщины, при котором из оплодотворенной яйцеклетки в женском организме развивается плод. Детородный возраст в России принят от 15 до 45 лет. На данном слайде представлена статистика здоровья, из которой мы видим, что 80% девушек-подростков имеют серьезное отклонение в репродуктивном здоровье. 42% девушек вступают в половую жизнь до совершеннолетия. И только 6% абсолютно здоровых женщин. Сюда следует, что 33% беременных женщин находятся в энергодефицитном состоянии. 70% беременных имеют отягощающую беременность и патологию. И 86% испытывают в состоянии хронического стресса. Каждая пятая беременность прерывается самопроизвольным выкидышем и преждевременными родами. Какое же число родивших по возрасту матерей? Мы видим, что первый пик приходится на возраст от 25 до 29 лет. Это 87 557 беременных. И второй пик на возраст от 30 до 34 лет. 90 116 беременных. В каком возрасте рожают первого ребенка в странах Европы? Мы видим, что самый молодой возраст это в Болгарии 26 лет. И относительно взрослый в Италии 31 год. Какие же физиологические изменения в организме беременной женщины? Со стороны опорно-двигательного аппарата это изменение осанки. Выпячивается живот, сгибается шея, плечи отводятся назад. Возрастает нагрузка на мышцы спины и позвоночник. Нарушение координации движений. И повышение подвижности суставов. Психоэмоциональные изменения это чрезмерная слезливость, обидчивость или напротив, агрессивность, раздражительность, требовательность перед родами, тревожность, чувство страха, беспокойство, бессонница. Изменения в пищеварительной системе это нарушение аппетита, появление вкусовых пристрастий, нарушение пассажа пищи по желудочно-кишечному тракту. Также уменьшение эвакуаторной способности желудка из-за смещения растущей матки. Также снижение кислотности желудочного сока, что приводит к слюнотечению, тошноте, рвоте, снижении перистальтики кишечника, которая провоцирует развитие запоров, обострение геморроя. Изменив половой системе это увеличение размеров матки. Матка увеличивается в 24 раза, стенки ее утолщаются до 2,5 см. Увеличение складчатости слизистой влагалища, увлечение молочных желез, изменение формы груди, появление молозива, изменение секреции половых желез. Также со стороны мочевого выделительной системы это снижение тонуса мочевого пузыря, расширение чашечно-лоханочной системы почек. Изменив дыхательные системы это расширяются бронхи и увеличивается проходимость воздуха через них. Общий объем воздуха, проходящего через легкие, повышается, что облегчает выведение продуктов газообмена плода. Диафрагма поднимается, ограничивая движение легких, что может приводить к одышке на поздних сроках. Какой же должен быть набор массы тела? Он зависит от индекса массы тела и большая часть прибавки веса происходит, как правило, после 20 недели беременности. При недостаточном весе в начале беременности индекс массы тела менее 18,5 кг, женщина должна набрать от 12,5 до 18 кг. При нормальном весе от 11,5 до 16 кг, при избыточном весе от 7 до 11,5 кг и при ожирении индекс массы тела выше 30 кг от 5 до 9 кг. Немаловажным фактором является предгравидарная подготовка. Это комплекс диагностических, профилактических и лечебных мероприятий, направленных на подготовку пары, к успешному зачатию, нормальному течению беременности и рождению здорового ребенка. Также на оценку имеющихся факторов риска и устранений или уменьшений их влияния. Какое же влияние нарушений пищевого статуса беременных женщин на развитие плода и ребенка? Дефицит белка и энергии – это снижение массы плода, задержка развития головного мозга, снижение всасывания витамина В2, С, синтеза витамина А, цинка и железа. Дефицит полиненасыщенных жирных кислот – это нарушение развития нейросетчатки головного мозга. Дефицит фолиевой кислоты – это дефекты развития нервной трубки, пороки развития сердечно-сосудистой системы, органов зрения. Дефицит и избыток витамина А – врожденные уродства, расщепление твердого неба, дефицит цинка – врожденные уродства, в том числе дефекты нервной трубки, врожденный иммунодефицит, дефицит йода – нарушение нервно-психического развития и дефицит витамина Д – это снижение функции врожденного иммунитета. Какие же базовые принципы формирования рациона при беременности? Это включение всех групп продуктов в рацион питания, сохранение пищевых стереотипов, если до наступления беременности питание женщины было адекватным, обеспечение дополнительного выступления с пищей, начиная со второго триместра беременности этой энергии, необходимой для роста плода, формирования роста плаценты, обеспечение перестройки метаболических процессов в организме женщины. Белка, необходимого для роста плода, плаценты, матки и грудных желез, установлено, что начиная с 17 недели беременности, из каждых 3 грамм белка, получаемых женщиной с пищей, примерно 1 грамм расходуется на рост плода. Ограничение соли и соленых продуктов, способствующих развитию отеков, Ограничение продуктов с высокой сенсибилизирующей активностью и щадящая кулинарная обработка продуктов. Также плюс будущей маме в сутки необходимо получать сверхобычные нормы, это плюс 200 килокалорий, плюс 3,5 миллиграмм железа, от 50 до 330 миллиграмм кальция и плюс 800 микрограмм фолиевой кислоты. Также пищевые волокна, это псиллиум и семена льна до 2 столовых ложек в день, профилактика запоров и снижение риска заболеваний геморроидальных вен, также снижение риска гестационного диабета и переэкломпсии для адекватной перистальщики кишечника. Дополнительный прием витаминно-минеральных комплексов. Самый первый триместр, это самый важный, который требует к себе более трепетного отношения и внимания со стороны самой женщины, доктора и, пожалуй, всех членов семьи. Потому как в этот период закладывается нервная система будущего малыша, формируются кровеносные сердечно-сосудистые системы. Для того, чтобы эти процессы протекали благополучно, женщине необходимо включать в рацион такие витамины, как витамин А, для нормального роста и пропорции будущего малыша, содержащиеся в мясе, печени, рыбе, яйце, брокколи, моркови. Витамин В9, фолиевая кислота для нормального формирования нервной трубки плода, содержащиеся в мясе, тыкве, отрубях, абрикосах. Витамин В6 для снижения вероятности токсикоза и судорог, содержащиеся в бананах, морепродуктах, моркови, бобовых, йод и железа для нормального развития кровеносной системы будущего малыша и поддержания процесса развития эмбриона в целом. Йод содержится в морской капусте и юдированной соли, железа в бобовых, зерновых, черниках и персиках. Второй триместр не менее важен, чем начало беременности. Если по окончании первого триместра все системы и органы малыша уже сформированы, то второй триместр – время для его активного развития и роста. Так, на этом этапе важно включать в рацион женщин такие витамины, как группы В для нормального функционирования нервной системы малыша, содержащиеся в мясе, рыбе, бобовых. Витамин В12 в большом количестве содержится в моллюсках и устрицах. Витамин С для иммунитета улучшает усвояемость железа, содержится в капусте, помидорах, перце, брокколи, ананасе, цитрусовых и киви. Витамин Д для здорового роста костей сердечно-сосудистой системы малыша, содержится в жирных сортах рыбы и яичном желтке. Витамин Е для поддержания в норме состояния плаценты, снижения риска ранних родов, содержится в растительных маслах, церлинозерновых продуктах, яичном желтке. Железо для поддержания в норме уровня гемоглобина и сведения к нулю возникновения анемии. Содержится в бобовых, зерновых, чернике и персиках. Йод для поддержания щитовидной железы, развития головного мозга и кровеносной системы у плода и поддержания процессов развития эмбриона. Содержится в морских водорослях и морской рыбе. Третий триместр – это заключительный этап беременности, на котором плод достигает крупных размеров, становится более активен, нагрузка на организм женщины увеличивается. Для чего и какие витамины нужны сейчас? Это витамин Д, важен для поддержания в норме метаболизма кальция и фосфора. Содержится в рыбе, курином яйце, говядине, горохе и грибах. Витамины группы В обязательны для снижения риска позднего токсикоза. Содержится в мясных продуктах, рыбных продуктах, зерновых, молоке и молочных продуктах. Витамин С для повышения иммунитета. Содержится в апельсине, красном перце, киве, брокколи, лимоне, ананасе. Витамины А, Е для нормальной работы плаценты, хорошей эластичности кожи и стенок матки. Витамин А содержится в мясе, печенье, яйце, брокколи. Витамин Е в горохе, шиповнике, капусте, петрушке, облепихе и кедровых орехах. Какие же пищевые вещества, входящие в состав продуктов питания и оказывающие ими неблагоприятные эффекты? Фитаты, соли фитиновой кислоты, содержащиеся в отрыбях и бобовых, препятствуют всасыванию минеральных веществ, таких как цинк, магний, лектин, содержащиеся в бобовых пшенице, снижают усвоение кальция, железа, цинка и ингибиторы протеазы, зерновые, бобовые, семена растений, нарушают усвоение белка, снижают активность пищеварительных ферментов. Аксалат кальция, содержащийся в овощах, например, в брокколи, шпинате, щавеле, снижает всасывание кальция, провоцирует мочекаменную болезнь. Тианин, содержащиеся в вине, чая, какао, снижают усвоение многих минеральных веществ. Какие же неполезные и потенциально опасные вещества в рационе питания беременных женщин? Это искусственный подсластитель, сахарин, суклороза, аспартам. Аспартам оказывает токсическое воздействие на мозг плода, содержится в полуфабрикатах и сладостях. Бисфенол А, он влияет на гормонально зависимые ткани плода, щитовидную железу, повышает риск спонтанного аборта. Содержится в пластике, это контейнеры, бутылки с водой, полихлорированные бифенилы и диоксины. Это влияние на развитие плода, накопление ртути, содержится в жирной рыбе и печени рыб. Свинец у ребенка, это снижение веса при рождении и снижение развития нервной системы плода. Содержится в некачественной эмалированной посуде, стеклянной посуде с содержанием свинца, старой кухонной утвари и стефлоновым покрытием. Какие же основные рекомендации по питанию беременных женщин? Это не нужно переедать. Тот факт, что вы едите за двоих, не означает, что теперь можно есть все подряд и бесконтрольно. Избыточное питание матери является серьезной угрозой для развития малыша. Желательно исключить из питания жареную сладкую пищу, так как излишнее употребление глюкозы может привести к ожирению плода и создать у ребенка предрасположенность к сахарному диабету. Включайте в свой рацион как можно больше овощей, фруктов, ягод в натуральном виде, поскольку в таком виде они сохраняют наибольшее количество полезных питательных веществ. Старайтесь соблюдать режим в употреблении пищи. Не рекомендуется употреблять пищу сразу после пробуждения и менее чем за 2-3 часа до отхода ко сну. Нормальный приемлемый интервал между приемами пищи это 4-5 часов. Ограничивайте в своем рационе количество рафинированной пищи, консервов и продуктов, содержащих красители. Благодарю за внимание.